Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Кирилл Попов Здравствуйте! Севастопольским заведениям общественного питания разрешат работать в ночное время Соответствующее решение было принято во вторник, 14 сентября На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса Тогда предлагаю принять следующее решение Первое – снять ограничения по работе общепита в ночное время и торговлю в кинотеатрах Кроме того, на заседании оперативного штаба было принято решение Не отменять учебный процесс в городских школах во время проведения выборов с 17 по 19 сентября Напомним ранее, городские власти рассматривали возможность отменить занятия в школах на время проведения выборов Включая понедельник 20 сентября Однако от этой идеи решено отказаться Строительство домов для детей-сирот на улице Кокчетавской Цитаты «не очень удачное решение» Такое мнение выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев В эфире на телеканале СТВ Вернувшись из рабочей поездки на место предполагаемой стройки Не самое лучшее, конечно, место под возможную стройку Конечно, это, опять же, на самом деле, как ни крути, точная застройка, против которой мы боролись последние два года И не допускали подобного развития Да, это, конечно, цели другие Это не коммерческое строительство, это строительство программное Но, тем не менее, в общем, принципы менять не хотелось бы И, в общем, то, о чем мы говорим, должно соблюдаться Поэтому здесь тем важнее становится вопрос Именно формирования нормальной, перспективной, комплексной застройки Новых территорий, которые мы обсуждали на городсовете Михаил Развожаев сообщил, что городские власти изыскали под застройку Альтернативный участок в том же районе А также добавил, что финансирование проекта сравнительно небольшое Есть и альтернативные варианты, которые мы посмотрели там же на проспекте Победы Есть территория, которая городу принадлежит Которую хотели сделать под инвестиционный проект Строительство там парка с парком аттракционов Но там большой достаточно участок И, может быть, это будет даже более логичным решением Но в любом случае, сейчас еще раз все проанализируем Какие уже затраты понесены И как в случае принятия решения о смене площадки Успеем ли мы в сроке все реализовать то, что необходимо Михаил Развожаев отметил, что решение будет принято в ближайшее время Напомним, севастопольские власти намерены возводить социальное жилье своими силами Ведь закупать квартиры по рыночным ценам у города возможности нет Стоимость квадратного метра уже значительно превышает 100 тысяч рублей Однако жители улицы Кокчетавской высказались против такого соседства Среди основных аргументов, которые приводили люди Дополнительная нагрузка на инженерные сети И насыпной грунт на участки, которые местные жители завозили своими силами Кроме того, севастопольцы опасаются лишиться удобного пути К гаражному кооперативу «Фортуна» и Садовому товариществу «Дружба» Более 200 севастопольских семей уже три года не могут легализовать установленные котлы индивидуального отопления Люди получают счета по задолженностям за централизованное отопление с 2018 года Хотя до этого, во время монтажа индивидуального оборудования, законно оформили документ Год назад тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развежаев Поручил чиновникам помочь людям Однако желанные акты о безопасности и законности установленных котлов получили лишь 27 из 240 семей Севастопольцы вновь вынуждены пикетировать здание правительства Севастополя Часть севастопольцев установила индивидуальные котлы отопления в украинское время Часть уже при российском законодательстве До 2018 года ни Севастопольгаз, ни Севтеплоэнерго не выдвигали претензии к документации на оборудование Однако три года назад люди стали получать счета с шокирующими цифрами за оплату централизованного отопления, которое они по факту не получали Люди вновь вынуждены обращаться к городским властям На этот раз посредством пикета у здания правительства Мы жили абсолютно спокойно, в полной уверенности, что все документы в порядке Наш счет даже был закрыт, счет по отоплению, так же у меня, так же, как и у других людей То есть и для людей это было шоком Суммы были разные, кому-то начислили 30 тысяч, кому-то 40, кому-то 50, даже были 100 тысячные начисления То есть люди не могли понять, откуда взялись эти суммы Нам их начислили задним путем 240 семей были вынуждены в суде доказывать, что уже несколько лет не пользуются централизованным отоплением В итоге некоторым людям списали начисления Но оборудование по-прежнему считается незаконным Обращения в департаменты городского хозяйства, архитектуры и градостроительства ничем не заканчиваются По словам юриста общественной организации возрождения Севастополя Галины Крайтер Межведомственная комиссия, созданная для решения этой проблемы, собралась всего два раза за последний год И лишь 27 владельцам котлов помогли узаконить оборудование Все остальные люди бегают, с них требуют какие-то документы, которых нет в перечне Эти документы они получить не могут В департаменте архитектуры и градостроительства, мягко говоря, отмахиваются как от назойливых мук Если люди получают отказы, они даже не понимают, на основании чего эти отказы И что им дальше делать с этими отказами, как получить этот заветный вожделенный акт Во время пикеток людям вышел директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов Он попробовал объяснить севастопольцам алгоритм узаконивания газовых котлов Горожанам нужно повторно заказывать экспертное заключение у специализированной организации Горгаз вам выдал технические условия о том, что данное оборудование возможно подключить Второе, он обслуживает вам само оборудование и подводящие сети Я говорю о том, что сегодня уходит от самого оборудования И сегодня требование архитектуры, комиссии, которая действует на базе архитектуры Требование необходимости именно проект от специализированной организации Следом за директором горхоза к людям спустился заместитель губернатора города, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства Николай Жигулин. А затем к севастопольцам вышел и сам губернатор. Горожане снова объясняют. Они за свои деньги заказывали проведение экспертизы, доказывающей безопасность оборудования. Но теперь им говорят, что документы не подходят и нужно снова тратить деньги на техническое заключение. Только сейчас экспертизу должна проводить специализированная организация. Мы сделали все законно, потому что был переводный период. Сказали, все документы признаются. Потому что выдали справку тогда в Севтеплоэнерго вам. Да? Правильно же? Мы разбирались? Да. Потому что выдали справку в Севтеплоэнерго. Да. Ну это справку в Севтеплоэнерго. Тогда выдавать вообще-то не имел права. Но то, что какие там уровни люди сидели, эти справки выдавали, вопросов нет. Так как справки были выданы, я тогда сказал, когда мы первый раз встретились. Если справку выдали, значит, это наше дело. Мы выдали справку людям, люди все сделали, значит, мы должны узаконить. Правильно. И вот нашли вот этот путь единственный. Он через экспертизу. Но то, что два раза, три раза ее делать и гонять по кругу, это неправильно. А спросите, сколько стоит экспертиза? От 15 до 25 тысяч. После общения с севастопольцами на аппаратном совещании Михаил Развожаев поручил директору департамента архитектуры и градостроительства Максиму Жукалову активнее решать проблему. Завтра тогда эту комиссию проведите, индивидуально, в каждую еще раз ситуацию рассмотрите. Я знаю, что там есть нюансы, связанные с прежде всего тем, что не у всех сейчас эти даже готовые документы были первоначальные. Но по каждому человеку надо индивидуальную траекторию. Тем временем люди стараются не терять надежды на позитивное окончание трехлетней борьбы за свое тепло. Я просто надеюсь, что какой-то человеческий разум восторжествует и в конце концов обещания будут выполнены. Иначе тогда грош цена этим обещаниям, если честно. Потому что нервы у всех сдают. Ситуация, как я уже говорю, продолжается сколько лет. У кого-то долги списаны, у кого-то долги не списаны. Наши котлы считаются незаконными, хотя я считаю это абсолютно несправедливо. И у нас огромная надежда на то, что все-таки перед выборами правительство нашего города выполнит все наши обещания. И все эти службы наконец-таки придут к какому-то единому решению. На 10 утра 14 сентября назначено срочное заседание Межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию помещений, в которых ранее были установлены индивидуальные газовые котлы. Эта встреча покажет, насколько серьезно власти города настроены помочь севастопольцам в решении этой коммунально-бюрократической проблемы. Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Новый курортный город на берегу моря должен появиться в Крыму. Принятие такого решения анонсировал глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что по предварительным расчетам новый город будет находиться на западном побережье в Сакском районе. Крупные игроки готовы построить населенный пункт, проживание около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, идеология поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Сергей Аксенов отметил, что для реализации данного проекта хватит как свободной земли, так и ресурсов по подключению нового города к коммуникациям. Но говорить о конкретных цифрах пока рано. Есть понимание, что в первой линии это будет востребовано. То есть, по большому счету, будет создано около номерного фонда более 10 тысяч. Мы сейчас пока считаем, коллеги. Пока нет расчетов. Не хотелось бы это говорить, будем воздух гонять. Благотворительный фонд «Севастопольский парус» продолжает сбор средств на установку мемориального знака «365-я береговая батарея». На увековечивание места подвига и гибели героев батарейцев требуется 315 тысяч рублей. На сегодняшний день собрано более 200. Как рассказал президент благотворительного фонда «Севастопольский парус» Вячеслав Тертус, большой вклад в сбор средств внесли Севастопольское отделение общественной организации «Деловая Россия» и акционерное общество «Балаклавское рудоуправление имени Горького». Для установки мемориального знака осталось собрать 113 тысяч 550 рублей. Сделать взнос можно на сайте фонда по адресу sevparrusfan.ru, а также на портале планета.ru. На сегодняшний день многие севастопольцы просто понятия не имеют, где находятся позиции 365-й зенитной батареи. Мы хотим установить обозначение, которое будет 6 метров в длину, почти 2 метра в высоту, так, чтобы его было видно из-за вот этой хаотичной застройки, которые застроили позиции батареи, и чтобы оно просматривалось, это вещь с железной дороги и с автомобильной дороги на северную, когда едут автомобили, чтобы четко просматривалась эта надпись. Напомним, 365-я зенитная является единственной за всю военную историю батареи среди бойцов, которой троим присвоено звание Героя Советского Союза. Легендарная батарея сражалась с фашистами 213 дней, с 30 октября 1941 до 13 июня 1942 года. Враги смогли взять ее только после 15 штурмов, после того, как командование батареи вызвало огонь наших артиллеристов на себя. Новый учебный год. Севастопольский Квантуриум начал с уникальной мобильной системой технопарка. Класс на колесах с первых дней сентября находится в Терновке, где местных школьников обучают нестандартному мышлению и азам цифровых технологий. В просторном кабинете, оборудованном в прицепе грузовика, есть все необходимое для занятий, в том числе и высокотехнологичное оборудование, которое позволяет воплотить в жизнь самые креативные идеи юных квантурианцев. Ровно год назад здесь, в Терновке, начал свою работу мобильный технопарк Квантуриум. Тогда материальных ресурсов и производственных мощностей было несколько меньше. За этот период удалось сделать серьезный шаг вперед. Теперь перед учащимися сельских школ открыл свои двери полноценный компьютеризированный комплекс, готовый к образовательному процессу. Сейчас наша основная задача максимально интегрироваться в школьную жизнь и помочь ребятам, особенно 9-11 классов, с реализацией проектной деятельности. Мы частично не можем пока адаптироваться только к гуманитариям, но мы все-таки про технологии. А проектная деятельность у ребят в 9-11 классах не ограничена технологиями, ограничена просто полетом их мышления и теми наставниками, которые педагогами их сопровождают. Подобных мобильных лабораторий на всю страну единицы. Севастопольская модель стала четвертой в России. Одна из его в том числе задач, помимо образовательного процесса, это создание вау-эффекта и привлечение внимания детей, потому что это ключевой фактор успеха работы педагога. За год руководству Квантуриума удалось адаптировать свою программу под сельские школы. Они, конечно, чуть-чуть отличаются. Они такие же гениальные и замечательные, как и городские ребята, но при этом они гораздо ближе к земле. Поэтому мечтают они немножко по-другому и нам, конечно, пришлось немножко модернизировать всю образовательную программу. В этом году мы уже зашли с новой концепцией, где мы будем поддерживать ребят не только от приезда до приезда, но и в том числе экспертами в еженедельном режиме. Согласно утвержденной программе, в сельскую школу Квантуриум приезжает на две недели. Обучение в нем временно становится частью школьной программы. Все занятия согласовываются с образовательными учреждениями. Подобный опыт успешного взаимодействия открывает новые перспективы и для развития технопарка. Мы в такой приоткрытой вуале как раз хотим уйти в качественные, хорошие, подготовленные проекты. Мы в этом году будем потихонечку уходить, в том числе и в младшую школу, насколько это возможно будет, для того, чтобы инициировать и заразить еще их в младшей школе, для того, чтобы через год, два, три, пять мобильному технопарку было чуть-чуть легче работать с аудиторией, и она была мотивирована и заинтересована. Подробнее о том, как развивается мобильный технопарк Севастопольского Квантуриума, смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Севастополь в шестой раз принял суперфинал межрегиональной любительской баскетбольной лиги. С 4 по 11 сентября сильнейшие аматоры страны соревновались на площадках спортивного комплекса «Муссон». В борьбу за титул вступили 28 коллективов, 16 мужских и 12 женских команд, победители региональных этапов. География участников охватила всю Россию, от Москвы и до Приморья. Решающие матчи состоялись в субботу 11 сентября. Среди женщин победу одержала команда созвездия ДГТРУ из Владивостока. В соревнованиях мужчин симпатии севастопольцев были на стороне хозяев площадки. Пока «Муссон» по ходу турнира смог пробиться в полуфинал, но там уступил будущему чемпиону. Петербургский «Тауэрос Феникс» в этом году стал пятикратным победителем межрегиональной любительской баскетбольной лиги. «Муссон» в итоге вошел в четверку сильнейших аматорских коллективов страны. Награды призерам вручал почетный гость турнира именитый тренер Евгений Гомельский. Организаторы суперфинала в очередной раз отметили высокий уровень проведения соревнований спортивным комплексом «Муссон». Поэтому есть все шансы, что в следующем году Севастополь вновь станет площадкой для поединков сильнейших любителей баскетбола России. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный плюс 797893131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей, до встречи и увидимся вечером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова